По прогнозу синоптиков на этой неделе снежные осадки и оттепель, повышение температуры возможно и до плюсовых значений. По всему городу активизирована очистка кровель от снега и наледи. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поставили задачу нарастить ресурсы, темпы и объемы работ по очистке. Оценка работы управляющих компаний и дальнейшие поручения были даны на совещании в профильном городском департаменте. Первый заместитель главы Владимир Василенко подчеркнул, что работа некоторых коммунальных организаций вызывает серьезные нарекания. Особое внимание к тем управляющим компаниям и ТСЖ, которые при очистке кровли скидывают снег на тротуары и дороги. Административная комиссия и сотрудники ГИБДД это расценивают как создание препятствия для проезда. Мы специально пригласили сотрудников жилищной инспекции, чтобы они эту работу активизировали совместно. Главное – это безопасность людей, которые работают по сбросу снега. Вот это основное, на что сегодня обращаем внимание. Сначала огораживают тротуар сигнальными лентами, чтобы во время расчистки никто не ходил под крышей. Затем альпинисты надевают ремни страховки, готовят инструменты. Работа на высоте требует тщательного соблюдения техники безопасности. Только в светлое время суток, в темное время суток на высотные работы запрещены. Вовлекаем подрядчиков для работы на крышах, чтобы не было ни протечек и, соответственно, нагрузок на конструкции крыши. Специалистам управляющей компании только в Самарском районе нужно полностью очистить около 20 кровель. Еще на 18 адресах собьют нависшие сосульки. Контроль за работой ведут представители района администрации. Они проверяют, вышли ли бригады на работу по заявленным адресам, соблюдается ли техника безопасности. При выявлении недобросовестных организаций районной административной комиссии специалисты ГАТИ по благоустройству Самары составляют акты, которые направляются в прокуратуру и в ГЖИ для принятия мер в отношении нарушителей. В Самарском районе на расчистку крыш сегодня вышло более 20 бригад кровельщиков. В первую очередь чистятся те кровли, которые выходят на тротуары и могут опасность представлять для жителей, для прохожих. А во вторую часть все остальные кровли, которые выходят на газонно-дворовые территории, те, которые не представляют такую опасность. Вчера был обильный снегопад, как уже теперь у нас принято говорить, что результаты все обнулились. Сегодня мы начинаем как с чистого листа, но, тем не менее, руки не опускаем, чистим. В Самаре 6892 дома со скатной кровлей. Всего по состоянию на 1 февраля неочищенными остаются еще 595 крыш. Сегодня в дневную смену на крышах города задействовано 70 бригад, 221 человек. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.